Не секрет, что есть еще такие житейские проблемы, которые собственными силами граждане решить не в состоянии. И если не помогло обращение в ближайшие органы местного самоуправления, славянцы записываются на прием главе района Роману Снеговскому. Они приходят к нему с надеждой на решение своих наболевших вопросов. И эти надежды имеют под собой вполне серьезные основания. Тему продолжит Андрей Вишневский. 62 человека из городского и сельских поселений пришли на прием главе Славянского района. 32 из них принял лично Роман Сенеговский. Остальных выслушали его заместители. Славянцы искали содействия в решении таких вопросов, как трудоустройство, участие в программе ремонта многоквартирных домов, оказание помощи в трудной жизненной ситуации, ремонт дорог и других. Внимание было уделено каждому обратившимся. Дом Славянца Ивана Пономаренко на улице Кубанской потапливается из-за того, что дорога находится выше территории домовладения. Проблема серьезная, но решить ее нужно, считает глава Славянского района. Если человек связали, надо постараться сделать. Постараться сделать. Ну, у него, конечно, первые проблемы там давно решили уже. Ну, доделать. Доделать надо, да. Все, давно добрались. Глава района пообещал к концу года сделать ливневку, то есть поставить там лотки и решить вопрос по подтоплению. Надеюсь, все сделают к концу года. Жителям многоквартирного дома с улицы Индустриальной, 31, необходимо асфальтирование двора. Ольга Фатеева рассказала об этой проблеме главе района. Решение найти гораздо легче, если все увидеть своими глазами, уверен Роман Синеговский. Мы с вами встречаемся на следующей неделе у вас там во дворе. Довольно. Во дворе вашего дома. Дело в том, что там ямы и машины стоят. Ну, невозможно подойти к дому, когда дождь пройдет. Ну, просим мы, чтобы нам заасфальтировали хотя бы и две лавочки поставили. Руководители отраслевых структур и специалисты муниципальных служб получили от главы района поручения по каждому из обращений. Следующий расширенный прием граждан главой Славянского района состоится в последнюю субботу ноября. Андрей Вишневский, Александр Косицын, Константин Монастыренко. Программа «События».